Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной информационный блог от Славянской Церкви от 9 с 7 дня здесь, в городе Сакраменто. Мне очень приятно обратиться ко всем нашим братьям и сестрам, членам нашей общины, а также ко всем тем, кто следит за жизнью и служением нашей Церкви. Божьих вам благословения, дорогие друзья! Как всегда, в начале несколько слов о предстоящей субботе. В эту субботу у нас проповедует пресвитер нашей Церкви Василий Руссу, поэтому, пожалуйста, молитесь за его служение. Хочу также напомнить, что в прошлую субботу у нас было членское собрание, на котором мы утвердили бюджет на 2023-2024 год. Хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто поддерживает служение нашей общины своими финансами. Благодаря вашим пожертвованиям мы можем осуществлять не только проекты внутри Церкви, которые направлены на духовное развитие наших детей, нашей молодежи, но также и проекты, которые направлены на миссионерскую работу вне нашей Церкви. Это медиа-служение, это поддержки многих проектов, помощи людям, которые нуждаются в этой помощи. Я очень надеюсь, что вы и дальше будете такими же жертвенными, и благодаря вам Бог будет благоставлять многих других людей. Молюсь, чтобы у вас все было хорошо, чтобы в вашем домах был достаток, и верю, это будет способствовать вашей жертвенности в дальнейшем тоже. Хочу также напомнить, что мы проводили небольшие расчеты на количество наших членов Церкви, и так получается, что для того, чтобы наш бюджет наполнялся на 100%, каждый из нас в месяц должен жертвовать 80 долларов, но это только в бюджет местной общины. Хочу, чтобы вы понимали, что если вы просто жертвуете деньги, они не всегда идут в бюджет местной общины, они идут согласно календарю пожертвований, которые есть у нас в конференции. Поэтому, если вы хотите быть уверенными, что ваши средства точно пошли в бюджет местной общины, то на конверте напишите «бюджет местной общины», или выберите, там есть такая графа. Или если вы жертвуете через онлайн-гивинг, там тоже есть графа «черч-баджет», и тогда точно будете знать, что ваши средства, они пошли по направлению. Еще раз прошу, пожалуйста, помните о тех служениях, в которых мы принимаем участие, и да будет Бог благословен через вашу жертвенность в этом вопросе тоже. Всего вам хорошего, дорогие друзья, еще раз большое спасибо. Хочу также сказать, что в субботу, 9 сентября, у нас будет потлак, а после потлака будет встреча всех тех людей, которые принимают участие в служении на сцене или за кафедрой. То есть это все наши пивцы, музыканты, все, кто открывает служение, читают миссионерские вести или проводят служение сбора даров, все, кто просто появляется на сцене во время служения, мы всех вас приглашаем на эту встречу. Очень важно, чтобы вы ее не пропустили. Она не будет долгой, но мы должны подчеркнуть такие важные пункты, моменты, что касается вашего служения. Дело в том, что многие из вас уже не первый год совершают служение, но есть какие-то изменения, которые мы хотели внести, поэтому нужно, чтобы вы присутствовали. Тем более мы приглашаем тех, кто только был выбран на какие-то служения за кафедрой, и раньше у него не было такой практики или такого опыта. Пожалуйста, не пропустите эту встречу, для нас это очень и очень важно. Напомню, эта встреча будет 9 сентября. Ну, а в следующую субботу, 16 сентября, в 5 часов после обеда, на встречу приглашает всех певцов и музыкантов, а также аудиооператоров, руководитель музыкального отдела нашей церкви. Как он сказал, есть много интересных вопросов, которые нужно обсудить. Поэтому прошу вас, пожалуйста, не прогнорируйте это сообщение. Очень важно, чтобы вы были на этой встрече. Там тоже обещают, что после встречи будет возможность познакомиться поближе со всей этой командой служителей нашей церкви, вместе попить чаек с печеньем. Поэтому, пожалуйста, помните, 9 сентября мы собираем всех, кто выступает на сцене, а 16 мы собираем только певцов, музыкантов и звукооператоров. Поэтому, пожалуйста, запомните эти события. Хочу также сказать, что через два дня, в четверг, 24 августа, Украина будет праздновать свой День независимости. Все это время, последние больше, чем полтора года, мы особенным образом молимся за Украину. Молимся за то, чтобы война, в конце концов, прекратилась, на этой территории наступил мир. И я знаю, что вот эта дата, это событие или этот праздник, это еще один повод особенным образом обратиться к Богу с этой просьбой. Я знаю, что у нас в Донтауне, возле Белого дома, в 5 часов будет особенное мероприятие, где в том числе будет и молитва за окончание войны в Украине. Поэтому, если вас будет побуждать Дух Святой, приходите, будем молиться вместе, просить, чтобы Бог особенным образом остановил это кровопролитие, потому что понимаем, что человеческими ресурсами это сделать невозможно. Скорее всего, оно как-то все более и более усугубляется. Поэтому, пожалуйста, я приглашаю вас молиться особенным образом за Украину в эти дни, особенно в четверг, 24 числа. Присоединяйтесь к тем молитвам, которые будут звучать по всему миру за решение этого вопроса. Ну и также хочу напомнить, что к нам поступило предложение от руководителя отдела помощи беженцам центральной конференции в городе Сонора, готовы принять небольшую семью из двух или трех человек. Они готовы предоставить, то есть это беженцы из Украины, они готовы предоставить им жилье, то есть это будет такая апартмент-студия, где есть спальная кровать и есть диван. То есть трое людей, по идее, могут там жить. Они предоставляют работу, но нужно, чтобы у вас было право на работу уже. И также готовы предоставить даже и автомобиль. То есть, по сути, это очень хороший такой пакет, который поможет вам сразу обустроиться на этой территории. Поэтому, если у вас есть такое желание воспользоваться этим предложением, звоните по номеру телефона 209-352-6568. Но вы попадете к англоязычному человеку, поэтому нужно, чтобы звонил кто-то, кто понимает, или может поговорить по-английски, или чтобы у вас был друг или помощник, кто сможет вам переводить. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Ну и, конечно же, хочу напомнить, что мы продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Козыренко, Валентину Жигайло, Ларису Подоляко. Я имел возможность сегодня посетить наших сестер и братьев в Донтауне. Это все наше самое старшее поколение. Восемьдесят семь, девяносто четыре и так далее. Я благодарю Бога за то, что он поддерживает. Их большой привет вам от всех. Всех их. Они уже практически не приходят на служение в силу своего физического состояния, но постоянно следят за нашим служением на своих девайсах, айпадах, компьютерах. Я благодарен Богу за то, что у нас есть возможность хотя бы таким образом поддерживать отношения. Также я разговаривал с Ларисой Подоляко. Мы уже долгое время молимся за нее. Слава Богу, врачам удалось стабилизировать ее состояние. Они подобрали вот такие лекарства, которые помогают ей справляться с теми проблемами в здоровье, которые у нее есть. Она очень благодарна всем нам за наши молитвы и просит, чтобы мы дальше молились, чтобы Бог поддерживал ее при этих обстоятельствах. Поэтому большой привет вам от всех них. Божьих вам благословений. И, пожалуйста, не переставайте за них молиться. Ну и, конечно же, хочу в конце прочитать текст из Священного Писания. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Наблагословит Господь каждого из нас, чтобы вы всегда чувствовали Его руку в вашей жизни, которая на каждом шагу готова вам помочь. Всего хорошего, дорогие друзья. До встречи на нашем богослужении тут в церкви или же в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова